И всем добро, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи сегодня с вами ваш усатый Альберт Вескер, а это снова Сабдавтика, и сегодня мы снова продолжаем изучать этот мир с помощью тех самой информации, которую мы с вами собрали. Но на этот раз мы с вами... А, я уже забыл, как тут вставать. Но на этот раз мы с вами... Кстати, знаете, о чем я сейчас подумал? Мы же не отправились с ожерельем Сэма вот с тем вот этим барахлом, мы не отправили нашу главную героиню вместе с Аланом туда. Ну ладно, это уже другой вопрос, главное, что она отправилась. Хотя, в принципе, можно оставить здесь... Ну ладно, это уже не важно. Так, запустим наш маяк, пусть он работает. Включим ароматерапию. И будем наслаждаться прекрасным видом нашей акулы и нашим садом. И давайте же знакомиться, что у нас будет сегодня. Спасибо. Так. Выживание. Совет по выживанию. Я думаю, мы не будем это трогать пока что. Исследования. Геологические данные. Давайте сегодня изучим. Потому что это наиболее интерес такое... Такие формирования. То есть сегодня чисто геологические данные. Так. Выступ Аргентито. Хотя, в принципе, можно, наверное, что-нибудь еще взять. Если такие короткие будут, то это не очень, конечно, хорошо. Выступ Аргентито. Месторождение полезных ископаемых, которые часто содержат серебро и титан. Выступ Голенито. Полезные ископаемые, которые часто содержат серебро и титан. Выступ Известника. Эти необычные геологические структуры часто образуются вокруг месторождения титана и меди, специфичные для этой планеты. Тщательный анализ показывает, что окаменелось вокруг металла, устойчиво к эрозии. Однако механизм остается неизвестным. Оценка источников титана и меди. Выступ Калаверита. Месторождение полезных ископаемых, которые часто содержат золото и титан. Гидротермальный шпиль. Это те, которые мы подключаем с нашей электростанции. Некоторые находятся прямо рядом с нами, но оттуда потом протягивать все это дело-то муторно. А есть те, которые находятся чуть далее. Гидротермальный шпиль. Эти структуры в форме дымохода образованы растворенными минералами, выталкиваемых вверх через земную кору. Присутствие сульфидов металлов придает выходящему материалу его темный непрозрачный вид. Водные обитатели, находящиеся поблизости, смогли адаптироваться к присутствию этих токсичных соединений. Оценка. Длительное воздействие гидротермальных выбросов может представлять опасность для здоровья человека. Ни в коем случае не дышите их испарениями. Это все равно равносильно курению. Реально, не курить это вредно. Древовидный шпиль. По мере того, как горячий газ выходил наружу через земную кору на протяжении тысяч лет, плотно упакованные богатые магнием и алюминием породы разветлялись и раскалывались, в результате чего образовывались поразительные древовидные вентиляционные образования. Экосистема, которая возникла в этих отверстиях и вокруг них во многом вызвана наличием хемосинтетических форм жизни, которые в конечном итоге привлекли яркие термофильные кораллы, выстилающие ветви шпилей. Кианит Это вот тот самый голубой кристалльчик, который мы с вами находили у темного левиафана. Это голубой кремниевый минерал, образующийся при высокой температуре под высоким давлением. Он устойчив к нагреванию до 1100 градусов по Цельсию и имеет термоэлектрические свойства, что делает его полезным компонентам в теплоэлектростанциях. Оценка необходима для высокотехнологичного производства. Теплоэлектростанциях. Кианит То есть вы хотите сказать, что я мог бы сделать еще более совершенную версию электростанции, если бы она у меня была? Вот это да. Я бы сделал бы реально. Кристаллическая сера Сера это высокореактивный металл, обычно встречающийся в изобилии под землей. Обычно используется в производстве кислотных соединений и топлива. Необходимо для высокотехнологического производства. Крупный изумруд Чистые изумруды обычно бесцветны. Эти крупные кристаллы содержат незначительные примеси хрома, что приводит к формированию видимого здесь зеленого оттенка. Активность по добыче вокруг этих кристаллов свидетельствует о том, что они имели ценное применение в технологиях архитекторов. Ледяной сталагмит Эти ледяные сталагмиты населяют бактерии экстремофилы, способные выживать и размножаться при низких температурах. Это достигается за счет выделяемой бактерии вещества антифриза, которые сохраняют среду клетки в жидком состоянии и предотвращают разрушительное формирование ледяных кристаллов внутри клетки. Если проще, когда бактерия или клетка находятся в экстремально холодных условиях, вода, содержащаяся в ней, начинает превращаться в лед, разрушая мембраны этой самой клетки. Что, к сожалению, не очень сказывается потом на жизнедеятельности этой клетки, когда она оттаивает. Магнетит Железный оксид ценится, помимо других качеств, за свои магнитные потенциалы. Он используется во многих технологиях федерации, таких как эхолокация и система запуска торпед. Оценка необходима для высокотехнологического производства. Настуран Встречающийся в природе оксид урана крайне радиоактивен и нестабилен. Его основное применение при производстве урановых реакторных стержей для ядерных реакторов. Оценка применения к ядерной энергетике. Огромное образование красного берила. Образование красного берила. Красный берил – чрезвычайно редкий минерал. Эти кристаллические образования аномально большие и предполагают очень специфическую геохимическую среду. Чтобы эти кристаллы образовались, окружающая вода должна быть богата бериллием. Окружающая среда должна быть очень горячей – от 300 до 650 градусов по Цельсию. А на поверхности должны быть трещины или полости для появления отдельных образований. Вот тянота. Огромное образование марганита. Марганит – очень редкая разновидность берила. Прочного минерала, состоящего из бериллиево-алюминиевого слитка. Его поразительная пурпурная окраска указывает на то, что во время формирования присутствует значительное количество марганца. То есть, получается, с одной стороны просто красный берил, вот просто красный берил, а есть его более совершенная версия. Слушайте, ну это реально интересно. Причем, кстати, если сравнить, опять же, с тем же изумрудом, то есть по прочности он будет уступать. Так, паровой гейзер. Дан – это то, что на поверхности находится уже. Данные паровые гейзеры – периодически интенсивные извержения испарений горячей воды, вырывающейся из расщелин в ледниковом покрове. Температура извержений горячего пара достаточная, чтобы вызвать ожоги первой степени на уходящихся рядом людей. Атака стандартного многоцелевого костюма ныряльщика от Альтера достаточно, чтобы предотвратить повреждения кожи и обеспечить вас шикарным загаром и хорошим теплом и горячим какао. Альтера. Мы заботимся о будущем. Да, Альтера под нами давно. Разбросанные обломки. Металлолом может быть переработан, содержащийся в нем титан в любом взгляде. Но это не особо интересно. Рубин. Твердый, кровавый, красный, драгоценный камень, состоящий из оксида алюминия. Рубины могут быть переработаны для получения пользы от их структурной прочности. При производстве высокотехнологического транспорта и модификации. Оценка, необходима ли высокотехнологичного оборудования и производства. Рудная жила. Ресурсы внутри породы. Ничего нового. Что ты хотел? Фумарола. Вот это вот интересно. Фумарола. Эти, похожие на пузыри, фумаролы являются отверстиями для пара вулканических газов, которые циклически проходят стадии накопления и высвобождения в скрытых камер глубоко под дном океана. Газовая смесь, испускаемая фумаролой, обычно содержит двуокись углерода, двуокись серы и сероводород, получаемый непосредственно из магмы. Яркие и сильные взрывы, видимые здесь, приобретают свой характерный фиолетовый оттенок из-за дополнительного присутствия газообразного йода в смеси. Слушайте, ну интересно. Реально интересно. Но это вот все получается по геоистетическим данным, а у нас всего 10 минут. Ну, давайте тогда объединимся с чем-нибудь. Ммм, просто хочу, чтобы было где-нибудь 30-очка по времени. Тротинопланетные данные. Геология и инопланетяне. Думаю, как раз таки нормально будет, потому что здесь, хотя... Ну, тут много чего читать. А давайте, почему бы и нет. Гео... А, в принципе, ге... Геоданные. Геоданные. Да, так и назовем. Первая часть это будет у нас по инопланет... По геологическим образованиям, а другой по инопланетным данным. Почему бы нет? Инопланетные данные. Анализатор морской жизни. Этот контейнер мог использоваться для создания небольших микробиомов, водной флоры и фауды. Конструкция указывает на следующие вероятные шаблоны использования. Заманивание и ловли мелкой рыбы. Высбор данных о том, как различные организмы реагировали на лечение в различных воздействиях окружающей среды. И использование нескольких контейнеров для параллельного проведения нескольких экспериментов. Дистиллятор минералов. Структура этого устройства и внутренние сканы указывают на его невероятную полезность при обработке и добыче минералов из воды. Устройство предназначено для всасывания воды в перегритую первичную камеру. Когда вода закипает, пара обратно принудительно конденсируется в отдельную камеру, которая выпускает обратную воду обратно в океан. Оставшиеся минералы собираются в прикрепленном модуле-контейнере. Параметры активации и управления остаются пока неизвестными. Инопланетный робот Данное устройство по происхождению инопланетное, однако его конструкция относительно проста. Назначение Его относительная безвредность необычна для продвинутых технологий, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам. Что свидетельствует о том, что оно предназначено скорее для патрулирования инопланетных комплексов ремонта поврежденной инфраструктуры, чем для защиты от вторжений. Но это не так. В первой собнатике они и так еще колются неплохо. Конструкция Несмотря на прочную конструкцию, данное устройство элегантно в своем минимализме. Четыре электромагнитные ноги позволяют ходить по полу. Стена и потолку с неплохой скоростью и, по своей видимости, могут заменяться. Внутреннее имеет мало движущих частей, что делает конструкцию энергоэффективной и устойчивой к износу от времени. Перезаряжаемый запас питания на ионной основе поддерживает его работу. Ммм, кофеек. И интересная, кстати, разработка. Надо бы, конечно, такую сделать в реальности. Ионный куб Данное зеленое минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов Менделеева и обладает невидимой способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего, выращен искусственно. Кубическая фоба предполагает, что он был вырезан из куска большого размера. Каждый из кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротилу. Надо глотнуть. Ой. Хорошо, что он не взрывался. При правильных условиях энергию можно выпустить управляемым образом. Очевидно, использовались в качестве батареи, но требуют существенного источника энергии для перезарядки. Оценка ценный источник энергии. Куб накопитель архитекторов Куб накопитель архитекторов В то время, как человеческая цивилизация столетиями пыталась разработать удачную технологию симулятора целого мозга, архитекторы, по всей видимости, построили платформу для достижения этого святого грааля технологии продления жизни. Физически, куб хранения состоит из повторяющихся массивов квантовых голографических слоев накопителей, поддерживающих сверхплотную емкость записи в 35 бит на электрон. Бит 35 бит на электрон. Слушайте, ну это очень много. Анаркетическое поле, питающее подвешенный и одушевленный куб, также служит источником питания. Для программного обеспечения позволяет сохраняемому разуму поддерживать сознание на период хранения. В принципе, кстати, это очень удобно. Перенес свое сознание в этот куб, тысячу лет прожил, так сказать, отпуск релаксирующий, а если там сделать симуляцию какую-нибудь, это вообще просто расслабован. И потом вышел, и снова начинает себе там дужить, не дужить, работать, не работать. Заодно можно и постигать, получить что-нибудь. Очень удобная штука. После завершения... Так, энергетическое поле, питающее подвешенным и одушевленным куб, также служит источником питания для программного обеспечения, позволяя сохраняемому разуму поддерживать сознание на период хранения. После завершения передачи сознание из куба компоненты становятся инертными, без возможности присутствовать и тщательно наблюдать за процессом резервного копирования. Сложно определить, как работает передача и происходит ли она в самом деле без потерь. Имеется в виду, что идет именно передача раз в сутки, или же его копирование с дальнейшим уничтожением. Вот в чем соль. Это очень сложный вопрос. Но я лично, кстати, уже сам изучаю подобное направление. Мне оно очень интересно. Много даже идей в этом направлении у меня, кстати, есть, но это, как говорится, чисто пока закрытая информация, чисто моего личного производства. Модуль массива. Происхождение этой инопланетной конструкции неизвестно. Оно не имеет четких указателей на его функции сканирования. Показывает внутренние источники света, излучающие волны разной длины. Теоретическое значение. Украшение. Как вариант. Хранилище коммуникационного массива. Тоже, да. Голографический дисплей. Ну, однозначно. Световой дисплей для расслабления. Как украшение, опять же. Носитель архитекторов. Несмотря на то, что мы развились... Несмотря на то, что мы развились за пределы физических ограничений, у нас традиционно принято перемещение в пространстве времени в единении с мобильными биомеханическими носителями, измененными и развитыми под нужды обитателей. Добровольное перемещение между носителями и возможно, но совершенствование носителя со временем дает некоторый комфорт и престиж. Мы установили популярный формат для таких носителей. Хотя существуют исключения. Это сильно модифицированная версия наших тел времен до целевизации. Оно дает хорошую подвижность, простоту в адаптации и его легко чинить. Это, скорее всего, носитель архитекторов, это база данных Алана. В случае катастрофы мы можем загрузить наши модели данные в святилище для последующего извлечения. Хранение таким методом безопасно при условии постоянного энергоснабжения. Однако уникальные взгляды и черты, пристекающие из взаимосвязи с оригинальным носителем, теряются. Это похоже на сброс до заводских настроек. Индивидов рекомендуется как можно скорее восстановить совместные носители. Такие пустые сосуды могут производиться из зерна с помощью специальных чертежей и материалов. Несмотря на то, что копировать данные индивидуума в целях его бесконечной дубликации технически возможно, такое поведение нарушает все приличия, и любой уважающий себя архитектор разрешил бы ситуацию путем немедленного самоудаления. Я вот с этим не согласен. Если, к примеру, можно было бы создать вот свою копию, именно копию при мне живом, и задействовать в ней программу, так сказать, ройного подчинения, типа я королева, он трутень, то он будет автономен, но при этом он будет подчиняться мне в случае каких-то вопросов. Или же будет подчиняться следующему парангу, как вариант. То есть это было бы интересно. То есть они упускают золотую жилу. Обелиск. Обелиск. Работать данный артефактор маловероятно, но сканирование указывает на то, что он генерирует сильные электромагнитные поля. Гипотеза предназначения. Устройство передачи энергии, геомагнитный научный прибор, узел коммуникационной сети. Нет, скорее всего, это геомагнитный научный прибор. Так. Пробойник грунта. Данный инопланетный артефакт, по всей видимости, является программируемым роботом, собирающим в анализирующем образцы почву и камней. Сканирование указывает на присутствие оборудования близко к родственному человеческим лазерам и спектрографическим анализаторам. Скелет архитектора. Плотный синтетический скелет, изготовленный из неизвестных инопланетных компонентов. По примерной оценке, материал скелета имеет твердость 10 раз баллов по шкале МООСа. Он чрезвычайно устойчив к дроблению в связи с невероятно высокой ударной прочностью. Составные части архитектора. Фактически, органы архитекторов являются сетью из биокомпозитных и кибернетических материалов, содержащихся множество подсистем. Сердце особенно сложный центральный узел этого биотехнологического гибрида. Он прогоняет кровь и питательные вещества по телу для поддержания биологических аспектов инопланетного туловища, но также служит основным источником энергии для кибернетической нервной системы. Сенсорная информация обрабатывается и фильтруется в плотную сеть невероятно вычислительной силы. Мозг архитектора. Дыхательная и пищеварительная система, по всей видимости, отсутствует, что предполагает проживание исключительно на электрической энергии. Это, кстати, очень удобно. И что тело способно выживать в условиях среды, крайне враждебных для большинства форм жизни. Слушайте, ну это реально удобно, относительно. Но, с другой стороны, я бы себе не представил бы жизнь без чая. Хотя, с другой стороны, можно, в принципе, адаптироваться. Человек адаптируется ко всем условиям, так что я думаю, это было бы удобно. Несмотря на сложное устройство, обязательное включение биологических компонентов сделало архитекторов уязвимым для заражения болезнями. Ну это да. Но, с другой стороны, тело заразилось, рассудок перейдется в новое тело. С помощью какого-нибудь изолятора специализированного. И готово. Статуя инопланетянина Данная статуя неизвестного происхождения, собранная с высокой точностью из блока чистой медной руды. Изображает некое существо, напоминающее кентавров из древнегреческой бифологии. Предложены несколько теорий. Статуя служила культурным маркером, обозначая присутствие и власть определенной расы или подгруппы инопланетной разумной расы. Возможно, религиозный артефакт, изображающий божество или иным образом важную фигуру. Художественное самовыражение. Изобретенная форма, изображающая фантазии и замысла. По сути, это просто комплект тела этого самого архитектора, так что, скорее всего, здесь изображается просто моделька или просто культурный замысел. Телепорт архитекторов. Это тот самый, через который мы проходили. Оригинальные догадки касательно данных инопланетных структур заключаются в предположении, что врата могли быть религиозным артефактом или промышленными машинами. Дальнейшие исследования показали, что на самом деле врата являются устройством телепортации на среднее расстояние, позволяющим мгновенное перемещение барионной материи в пространство-времени. Телепортация требует объединения пары первичных и вторичных врат. Первичные врата управляют направлением и должны снабжать энергией, чтобы материя могла передаваться в обе стороны. Если первичные врата не работают, вторичные становятся бесполезными. На данный момент процессы, которые позволяют работать данные инопланетные технологии, до конца непонятны. То есть они работают по типу звездных врат. Один принимает, и пока открыты одни врата, и ты в них проходишь, другой не может в них войти и выйти. И они должны закрыться, как только все закончится. Ну, понятное дело. Тело архитектора. Вот это вообще прям пойдет на заставочку. Тело архитектора. Готовый физический носитель архитектора представляет собой гибрид биотехнологий и кибернетики, включающий элементы конструкции из более чем 20 источников ДНК. Кожа. Внешний слой ткани имеет консенсацию кожи. Ткань переплетена с каналами заметно светящейся энергии, питаемой внутренними биотехнологическим сердцем пришельца. Роботизированные руки. У Алана есть шаргирные руки, которые подвешены вокруг его тела с помощью магнитной левитации. Эти руки содержат независимые высокоскоростные вычислительные системы и способны выполнять задачи самостоятельно. В общем, как доктор Осминог. Доктор Оттоктавиус. Конечности. Органические руки считаются вторичными по сравнению с неорганическими роботизированными руками. Они используются для повседневных задач, не требующих большого количества мелкой моторики. Нижняя половина рук покрыта биокомпозитным покрытием. Покрытие может служить своего рода броней. Похоже, что под ней находятся скрытые накопления энергии, подобные к конденсаторам. Подвижность. Копытные ноги, напоминающие несколько видов гар, горных козлов. Копыта покрыты микроскопическими крючками, которые помогают исследовать пересеченную и неровную местность. Передние и задние конечности данным странным образом расположены близко друг к другу, что объясняет, почему ходьба может быть второстепенным способом передвижения для этой формы архитектора. То есть, смотрите, если сзади там еще более-менее нормально, то здесь в принципе они слишком близко. Скорее всего, это они изначально имели гуманоидную форму, но перешли на форму кентавровидных. Мне так кажется. Я, по крайней мере, так думаю. Так, телепортация. Это тело архитектора способно телепортироваться. Вот, все тебе объясняют. Или прыгать, так сказать, на короткие расстояния. Этот метод, вероятно, является уменьшенной версией телепортации в РАД, но методологии не совсем понятны. Вероятнее всего, тела архитектора способны обеспечить огромное количество энергии, необходимой для такой работы. Похоже, что совпадающие фрагменты ДНК получены из следующих источников. Хромовый вепр с Калтвель Прайм. Инвазивный вид, известный своей чрезвычайно жесткой кожей, из-за которой их трудно уничтожать. Пласти змей с Апостикара. У этой змеи очень эластичная кожа. Предотвращает разрывы и позволяет ей сжиматься в небольшие пространства. Электроугры с Литона. Создает электрически заряженную слизь по всей длине тела. Астральные скаты. Лунный Мордон 14. У этих скатов есть маленькие органы, которые вырабатывают и накапливают электричество. То есть, получается, они сами могут производить электроэнергию. Это удобно. Косматые козлы с Олимпиона. Эти травоядные существа обитают на скалистых подножьях горной планеты Олимпиан. Ну, неудеется, что так назвали. Олимп. И являются отличными альпидистами. Олимп, олимп на альпинисте. Гигантские гекконы с астероида Холта. Огромные гекконы, спускающие электрический заряд на подушечках ног. Что создает разницу зарядов на поверхности, по которой карабкается геккон. То есть, по сути, вот, скорее всего, вот это дает им суперскорость своеобразную. Мне так кажется. Теоретически я так прикидываю. Также присутствуют признаки, по крайней мере, дюжин биологических форм видов. В настоящее время не распознается. Значит, они побывали в больших мирах, чем люди. Так. Теплица. Это инопланетная структура, обычно защищенная от естественного солнечного света. Видимо, является тщательно контролируемой средой содержания и выращивания естественной флоры. Другими словами, теплица. Основная камера, видимо, способна точно контролировать температуру и влажность, позволяя осторожно выращивать растения за пределами их естественной среды обитания. Ткани архитектора. Похожие на кожу образец ткани инопланетного происхождения, материалы ДНК указывают на сложную смесь синтезированной из более чем 20 различных источников. Образец ткани включает передовые биокомпозитные, придающие уникальность, механические свойства. К примеру, сжатие. Крайне высокая прочность на сжатие защищает от воздействия внешних сил и может указывать на приспособление к экстремальным условиям. Удар. Высокое сопротивление урона от столкновений на высокой скорости. Эластичность. Низкий модуль эластичности позволяет тканям соответствовать и растягиваться в ответ на движение тела. Установка анализатора материи. Установка анализатора материи. Этот инструмент, напоминающий человеческий электронный микроскоп или масс-спектрометр, по всей видимости, разработан для анализирования физического сырья. Имеются догадки, что сканирующий аппарат может быть разработан для сбора рецептов ДНК в мелком масштабе для воссоздания неживых объектов. Установка водоанализатора. Это очевидно научное устройство, по-видимому, создано для определения химических компонентов и свойств образцов воды. Возможное применение. Тестирование на уровень содержания бактерий хора в воде. Спектроскопический анализ. Экспериментальное применение светотепла или химических соединений при помощи цилиндрического ядра в центре камеры хранения. Экскаватор для ископаемых. На основе анализа предполагается, что этот артефакт является археологическим инструментом для поиска и раскопок ископаемых останков. Основной корпус оборудования размещен между двумя направляющими. Экскаватор излучает сонарный импульс, который собирает данные на земле. Под ним, когда пульс отражается от возможного ископаемого объекта, экскаватор начинает процесс раскопок. Множество лазеров, испускаемых руками, медленно снимают микроскопические слои материала. Как только ископаемое показывается, те же тщательно откалиброванные лазеры используются для разрушения рыхлых материалов, сохраняя при этом ископаемое под ними. Ископаемое можно анализировать с помощью углеродного датирования и других методов, чтобы понять, каким мог быть состав окружающей среды, миллионы лет назад, которые можно сравнить с текущими данными для выявления тенденции к развитию новой жизни. Энергогенератор Сканирование указывает на то, что этот компонент инопланетного оборудования используется для накопления и быстрого выброса мегаджоулей энергии и заряжается от ионных кубов, хранящихся внутри этих суперконденсаторов, могли применяться для сглаживания переходных режимов питания на проводниках, соединяющих различные участки архитектора. Слушайте, это реально интересно. Это реально очень интересно. Ну и давайте коралл заодно. Пластичный коралл. Ну, слушайте, дом как бы отдельная форма, ну зачем уделять целый кусок какому-то кораллу, согласитесь. Хотя как бы это флора. Ладно, отнесем коралл к флоре. В принципе, с геологическими и инопланетными данными неплохо мы ознакомились сегодня. Надеюсь, вам понравилось... Так, это можно уже свернуть. Ой, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее, как говорится, зачтение под аромалампу. Надо будет в следующий раз сделать под музыку. Надо будет обязательно сделать под музыку. Я обратил внимание, что музыка здесь вообще не палевная, то есть это вообще реально хорошо. Она вообще не палится. То есть здесь все прекрасно. Хотя тут и сама музыка в игре тоже прекрасна. Эх, что ж, ребят. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее, можно сказать, изучение мира сабнафтики. Если да, с вас лайк, комментарий, подписка на канал, а тут также подписка в нашей группе Дискорде, ВКонтакте и на Девиан Арте. Ну, а с вами сегодня был ваш усатый Альберт Вескин. Всем до скорой встречи. И всем пока-пока. Увидимся очень скоро, уже буквально в этим вечером и в следующую субботу. А, да, чуть не забыл. Ребят, в субботу я работаю, поэтому в субботу у нас будет еще одна серия по сабнафтике утром. А стримы по Hunter Call the Wild переносятся на воскресенье. Все, предупредил, сообщил. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok